Привет, друзья! Сразу дисклеймер. Вместо того, чтобы писать мне, как плохо выглядит моя кожа, лучше напишите, чем вы пользуетесь, когда болеете в плане тональных кремов и пудр, потому что... Потому что у меня все плохо. Так, тем не менее, сегодня я решила сделать для вас серые смуки айс, потому что коричневых я делаю очень много, а серых очень мало. В общем, я начну с Essence Smoky Eyes Set. Вот эти вот серые тени. Мне кажется, мы их с вами уже видели в каком-то из туториалов. И их я нанесу на все подвижное верхнее веко. Я подумала, что зима уходит, и надо бы сделать что-нибудь такое холодное напоследок. Я думаю, в следующий раз я сниму для вас какой-нибудь яркий весенний макияж. Но пока... Эти тени, насколько я помню, они все еще продаются. Есть в коллекции и в ассортименте Essence. Они вызывают у меня неоднозначное ощущение, потому что, с одной стороны, сами тени довольно хорошие, но вот подводка, которая с ними идет, она абсолютно никудышная. То есть, если покупать, то исключительно ради тени. Но опять же, это эссенция. Оно все настолько дешевое, что не обидно. Так, и этот же цвет мы с вами осторожно растушевываем в складку. Это будет наш основной базовый цвет. Обратите внимание, он выглядел довольно темно-сером, и тем не менее, в нем есть мерцающие, блестящие эти частички, которые отражают цвет, и благодаря этому цвет на веках не смотрится, не знаю, плоским. То есть, он выглядит довольно интересно и переливается. Свет падает на разные части этих теней, и они очень интересно играют. За это тоже мне эти тени очень нравятся. Так, теперь чуть-чуть нанесем на нижние века. Сам уголок. Хорошо. Теперь берем тени. Это Arcancel оттенка Argent 071. Это обычный серебристый цвет. Берем кисточку и наносим его во внутренний уголок верхнего века. Большая проблема с такими серебряными тенями зачастую заключается в том, что они очень плотные. И даже нанося немножко, вы начинаете выглядеть, как будто у вас на веках фольга. с этими такой проблемы нет. Они довольно, они не очень плотные, пигментированные. Но для того, чтобы выделить внутренние уголки глаз в самый раз. И нам этого вполне хватит. Теперь берем более темные веки. Это опять Arc тени. Это опять Arcancel. Это такой черно-серый мерцающий цвет. Я не знаю, почему у меня сегодня столько Arcancel. Точнее, у меня есть всего две вещи от Arcancel, и сегодня я их обе использую. Не знаю, как так вышло. Это совпадение. Так, и осторожно наносим складку во внешний уголок. Мы не хотим ничего супер драматичного, поэтому я не использую, например, там черные тени. С одной стороны нужно выделить складку, с другой стороны не переборщить. Да, вот так будет в самый раз. Как видите, все тени, которые мы используем, они очень хорошо друг с другом сочетаются. То есть, нет каких-то очень четких переходов. У нас сейчас три разных оттенка теней на глазах, и они все друг с другом очень хорошо смешиваются. Теперь, для того, чтобы растушевать все еще лучше, мы берем это Essence палетка Sun Club оттенка 02 Long Beach. Мы берем вот этот цвет, такой светлый, серо-коричневый, такой немножко ореховый. Берем большую кисточку и еще больше растушевываем тени в складке, чтобы переход был более равномерным. Потому что нет ничего хуже, чем слишком яркие и откровенно заканчивающиеся серые тени в складке. Потому что это смотрится очень очевидно. с коричневыми тенями в этом плане легче. Все-таки коричневый цвет более естественный для лица. А серый, если с ним переборщить, будет довольно очевидно. Я говорю в нос, я прошу прощения. Я не знаю, кто-нибудь из вас еще сейчас болеет этим ужасным гриппом или простудой. Вот сейчас какой-то очень определенный ходит вирус, потому что у меня он точно такой же, как у мужа. когда температура 36,8 вроде бы невысокая, из носа особо не течет, но он заложен и голова такая тяжелая, как будто вся тяжесть мира на ней. Берем белые тени, это Max Factor Wicked White. Любые белые тени вам подойдут. Так вот, кто-нибудь еще болеет этим? Этой простудой, потому что она была гадкая. Так, наносим под бровь. самое видное в простуде то, что вроде как температура не очень высокая, вроде как вы не выглядите умирающей, и поэтому на работе все думают, что вы симулируете, а на самом деле вы еле ползаете. О! Так, в уголок глаза. Снимаю туториалы и заодно ищу у вас жалости. Очень благородно. Я считаю, что когда делаешь серый или серебряный макия, что в плане хайлайтера лучше использовать белые тени, а не бежевые. Это смотрится более контрастно, и мне кажется, что белый цвет лучше сочетается с серым и серебряным, потому что он, конечно, нейтральный, но тем не менее на глазах он смотрится более холодным, нежели, скажем, бежевый. Поэтому я предусмотрю его. Карандаш. Это Мия, у нас сегодня туториал, посвященный косметике, которая больше не выпускается. Главное, цвет. Очень красивый васильковый. То есть он и не синий, и не фиолетовый, что-то между ними. Этот цвет я ношу на нижнее веко. Я думала нанести серый карандаш на нижнее веко, но потом я подумала, что это будет немножко перебор. А этот цвет приятно освежит весь макияж. видишь, как сразу интересно смотрится. Теперь берем тушь. Это у меня Falses. Если вы смотрели мои серии FIF, посвященные тушам, вы помните, что это была моя самая любимая тушь за тот месяц. И, честно говоря, я немножко разочаровалась, потому что с тех пор прошло всего полтора месяца, и она уже почти полностью высохла. То есть я чувствую, что вот сейчас и, может быть, еще на пару раз ее хватит, и с ней придется расстаться. я просто считаю, что тушь должна служить немного подольше, чем два месяца. И это еще одна причина, по которой я не покупаю тушь Dior. Вдруг она тоже высохнет за два месяца. Так, хорошо. Теперь на верхний век я наношу кардашик. Кардашик. Ким Кардашик. Карандашик Avon Gel А, нет, я прошу прощения, это Maybelline. Гелевый карандаш от Maybelline. По-моему, назывался Драма что-то такое, все уже сточилось. У Maybelline всего один гелевый карандаш, и это он. Черный, естественно. Гелевый карандаш. Играет. 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 Это тянувшаяся пауза. В общем, вот что у нас получилось. Клеопатра, это ты? Так, еще немножко туша. С этим туториалом, я думаю, запросто можно и накладные ресницы использовать, потому что он получился немного вечерний. Ну, хотя, опять же, днем такой тоже запросто можно носить. Ну, и на вечер он сойдет. Универсальный макияж. Нужно бы назвать его макияж и для дня, и для вечера. Как-нибудь так. Так, теперь губки. Так как глаза у нас довольно драматичные, я беру просто розовый блеск для губ. Это H&M коллекции Hello Kitty. Оттенка Switch Melon. Это чисто туба светло-розовый блеск для губ. Который, наконец-то, начал кончаться. Давай! Коллекция Hello Kitty тоже была некоторое время назад. Серьезно, у меня туториал с продуктами, которые уже очень давно не выпускаются. Я не знаю, почему я все их сегодня выбрала. Я прошу прощения. И дабы довершить это, я беру хайлайтер Avon из коллекции Cinty Rowley. Нет, прощения, я знаю. И наношу немножко под глазами. С другой стороны, все эти цвета, которые я сейчас использую, они довольно простые. Никаких синевато-розовато-бирюзовых с голубым отливом. Я беру серое, серебряное, темно-серое, светло-розовое. Все это можно найти. Так, и румяна я беру Rimmel оттенка Bronze. Я думала взять розовые, но мне кажется, что это будет немножко перебор с холодным на лице. Поэтому я беру Bronze. Они очень-очень теплые. Как раз для того, чтобы немножко оживить лицо. Я наношу их под щечками, чтобы они у нас также служили и для конкурса. Это абсолютно оптимальные для этого румяна. Они и придают здоровый цвет лицу, и также ими можно выделять скулы. То есть зимой, когда вы не такая смуглая, как летом, вот эти румяна для этого выходят идеально. Потому что они не слишком рыжие, не слишком коричневые. Немножко на нос. Так, и это законченный вид. Смотрите, что у нас получилось. Надеюсь, вам понравилось. И спасибо за просмотр. Пока!